Друзья, всем привет! Я Сальников Роман и вы на канале Декортье. Сегодня мы еще на нашем одном законченном проекте. Это пентхаус в Москве. Автор дизайна и вообще реализации Антон Петров, наш давний друг. Вы уже видели наши вместе реализуемые проекты, даже у нас было интервью. Итак, что же это за проект? Это огромная квартира площадью почти 500 квадратных метров со множественным помещением. И самое главное, что я очень долго ждал реализации этого проекта, потому что я видел эти чертежи, эти визуализации еще на стадии проекта. И мне, конечно, хотелось уже посмотреть на эту ваучу, и мы как раз дождались этого момента. И для меня это вау-эффект. Я снимаю шляпу перед дизайнером за сложность работы, сложность исполнения, потому что этот выпуск будет не только про шторы, но еще и про многие интересные решения в дизайне интерьера, которые делают его суперинтересным, делают суперсовременным и, с одной стороны, очень сложным и авторским. Обратите внимание, вообще, насколько этот интерьер сложный, насколько он воспринимается целостно, насколько здесь много разных деталей, насколько много разных фактур, начиная от разных видов камня и дерева на полу, которые просто пронизаны латунными линиями. Так же, как его золото вставлено в интерьер в виде вот этих сложных стеллажей с решетками, с латунными. И вот вроде бы казалось все так ярко, но это не воспринимается, как некая цыганщина. Это не воспринимается, как некое что-то такое золотое и блестящее. Это все настолько деликатно, и сейчас вы в этом убедитесь. Ну и, конечно же, шторы. Шторы здесь очень много, поскольку квартира видовая по периметру всего пентхауса, расположены окна. И есть такой нюанс, что окна все разновеликие, и нам удалось решить сложную задачу, когда мы с помощью штор смогли зонировать разные помещения, смогли объединить маленькие окна в одни большие. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Поехали! И давайте начнем с огромной гостиной, потому что она действительно огромная. Она еще и зонирована несколько частей, потому что вот это зона с телевизором, там зона отдыха, а за вашей спиной кухня со столовой. Итак, что же из себя представляет гостиная? Это большое пространство с огромным телевизором и, конечно же, как положено, с большим диваном. На что хотелось бы обратить внимание? Это на сочетание фактур. Я сейчас говорю про текстиль. Здесь букле и бархат. Согласитесь, это необычное сочетание, но смотрится великолепно, особенно когда это все завязано вместе с единым ковром и элементами интерьера. В данном случае журнальный столик, который полностью повторяет все цвета. Ну и шторы. Про шторы отдельный разговор. Это именно та самая ткань, которая хорошо в себе сочетает все эти цвета и все фактуры. И самое главное, что во всех этих трех зонах общей гостиной она одна. Здесь не было задачи выделить как-то шторами интерьер. Здесь нужно было их деликатно поддержать. Подбор текстиля в данном случае очень сложный, потому что здесь, может быть, еще и сложнее подобрать, чтобы это все сочеталось со всевозможными фактурами, которые присутствуют в интерьере. И мы с вами перемещаемся в столовую кухонную зону. Это одна из частей гостиной, про которую я говорил. Ну и, конечно, здесь первое поражают масштабы. Второе. Обратите внимание на такой нюанс. Все эти три зоны хорошо просматриваются, и много элементов интерьера воспринимаются как единый. Даже тот же свет, он везде абсолютно разный, но при этом он воспринимается как единое целое, единое стилистическое решение. Что хочется здесь еще отдельно, кроме штор, поскольку они такие же, как во всех других частях гостиной, хочется отметить. Это, конечно, безумно огромная столешница, которая выполнена в шпоне. И обратите внимание, она висящая, и с одной стороны только есть такой элемент, который переходит из пола и поддерживает часть. Но в целом она воспринимается как огромная парящая плита. И это даже не сказать, что это кухонная зона, потому что сама кухня воспринимается как-то очень деликатно. Здесь нет каких-то варочных панелей, огромных кастрюль висящих. И даже вот этот камень на фасаде, мне кажется, достоин уважения. И в целом, когда проходишь через эту зону, а вам приходится через нее ходить, когда идешь в спальную зону, то ты не воспринимаешь, что ты прошел через какую-то кухню. Сейчас мы находимся в части гостиной, которая отделена перегородкой стеклянной. И это такая зона отдыха, где можно уединиться с гостями, либо с семьей, и посидеть спокойно, выпить чашку кофе и пообщаться в предостаточно колуарной обстановке. И здесь тоже огромное угловое окно. И вообще во всем объекте, как я уже говорил, очень-очень много окон по периметру. И вы знаете, что при всем многообразии поверхностей, которые присутствуют, и фактур, очень сложно на самом деле подобрать ткань для штор, которая на первый взгляд, как вы видите, она кажется абсолютно нейтральной, абсолютно бежевой, без какой-либо фактуры. Но если вы подойдете поближе и посмотрите, то вы поймете, насколько бывает сложно подобрать такие ткани. Поскольку это такой вот велюр в сочетании с матовой и блестящей ниткой, которые поблескивают и очень хорошо при этом сочетаются со всеми латунными элементами, которые есть в этом интерьере. И обратите внимание, опять же, как они хорошо смотрятся, как с бархатным поверхностями, так и с букле. Кстати, друзья, очень многие нас спрашивали, как же использовать букле вообще в интерьере, и как он смотрится. Обратите внимание, сколько здесь буклей и сколько всевозможных сочетаний с ним. Мы здесь можем видеть, как мебель полностью изготовлена из буклей, это и кресло, и диваны, так и в сочетании с другими материалами. Можно увидеть этот диван, где основная часть выполнена в букле, а задняя часть, причем она классно просматривается с обратной стороны, выполнена в алькантаре, вот такой вот искусственный замши. И, кстати, добавлена интересная подушка из черного бархата, которая дополняет всю композицию. И, кстати, друзья, вы наверняка знаете, а те, кто еще не знает, и недавно подписан на наш канал, то всю мебель можно изготовить не только из тех тканей, которые предлагают продавцы диванов, но и можно заказать свою, например, из нашей библиотеки, выбрать любую понравившуюся ткань и в ней сделать, или в сочетании с несколькими тканями выполнить любую мебель. Это дает большие возможности при декорировании интерьера. Сейчас мы с вами находимся в кабинетной зоне. И действительно, это не просто кабинет, это целая зона, которая поделена еще на свои зоны. И смотрите, это рабочее место, где можно сесть, сосредоточиться на какими-то серьезными задачами, прям сделать все четко за рабочим столом или поработать за компьютером. И, кстати, обратите внимание, как вводится во все, казалось бы, все те же цвета, как во всей квартире. Это черный, темно-коричневый со вставкой бронзы и светлый. И появляется акцентное кресло, которое поддерживается другими элементами в этом интерьере, именно в этой комнате. И на что я хотел обратить ваше отдельное внимание, это вот то самое зонирование. Смотрите, как грамотно проведено зонирование. Здесь кабинетная зона и такая зона отдыха, где вы тоже можете сесть, поработать, но расслабиться. И главным разграничением является вот такой стеклянный стеллаж, который четко разграничивает два пространства, но при этом за счет того, что он прозрачный, он не съедает пространство и действительно оставляет его более объемным. И вот смотрите, да, я сказал про акцентное кресло, как этот цвет потихоньку входит и в это пространство в виде декоративной вазы в этом стеллаже и элементами цвета в ковре, который в этой зоне находится. И, конечно же, изюминкой этой комнаты является аудиосистема. И, конечно, здесь ковер, это не просто декор, так же, как, кстати, и шторы. При большом остеклении многие забывают, что звукоотражение сильно-сильно ухудшает акустическое восприятие классной музыки, и поэтому шторы лучше использовать специализированные. Здесь на подкладке используется ткань D-Mout, которая, в принципе, является очень хорошим звукопоглотителем и очень хорошо гасит звук и придает акустический комфорт. Ну, а что касается самих штор, я хотел бы сделать акцент на двух моментах. Первое. Как я уже сказал, обратите внимание, эти шторы чуть более насыщенные по цвету, и, наверное, это хорошо, когда это у вас не праздничная гостиная, а такое рабочее пространство, которое немножко приглушенное и хорошо работает с темными оттенками. А второе. Вы, наверное, заметили, что складки на этих шторах такие более глубокие, более грубоватые, можно сказать. И это тот самый нюанс, про который я тоже не раз говорил, когда выбираете ткань. Здесь, если посмотрите поближе, есть горизонтальная фактура, которая делает ткань чуть более жесткой, и поэтому фалды, вот эти складки, они получаются жесткими и достаточно глубокими. Здесь нужно соблюдать определенную пропорцию в закладывании складки сверху. У нас, как вы видите, все сделано на ручной складке, собранной, как мы любим портьеры. И при этом коэффициент сборки даже чуть больше, чем в гостиной. За счет этого появляется возможность все-таки эту ткань собрать хоть в такие фалды, потому что если бы она была собрана так же, как в гостиной, то к низу эти бы шторы еще больше расходились. Друзья, и еще хочется вам рассказать об одном нюансе, за счет которого можно сильно изменить интерьер. Я сейчас говорю про шторы и их расположение. Вот если рассмотреть данный конкретный случай, то у нас по этой стене есть вот это окошко, которое мы сейчас видим по центру, а на самом деле здесь скрыто еще одно маленькое окно, которое, ну, наверное, ни к чему. Если бы мы начали обыгрывать каждое окно шторами, то у нас получился бы какой-то винегрет, и не было какой-то бы единой концепции, и вообще ком-то смотрелось бы дробно. Что мы сделали? Мы прикрыли это окно совсем, оставили маленькое окошко, сделали две одинаковые по своей значимости порсьеры, и тем самым уравновесили эту композицию, абсолютно сделали ее симметричной. Света в этом помещении и так более чем достаточно, потому что у нас на этой стене находятся два больших окна, и при том, что вы можете опять же видеть, что мы тоже не стали разбивать, поскольку они разные по своей величине, каждое окно, да, по центру есть простенок, который, в принципе, за тюлем не виден, и за счет, опять же, композиционно две портьеры по разным углам делает его одним большим окном. Итого, что мы имеем в заключении? У нас визуально два больших окна, одно чуть больше прикрыто, одно чуть больше открыто, хотя это тоже можно регулировать. Это смотрится гораздо более целостно, если бы мы каждое окно оформили по отдельности. Ну а сейчас мы с вами не просто в комнате, а в целом в блоке мастер-спальни, потому что здесь, и понятно, есть свой маленький гардероб, и даже отдельный гардероб, и даже с окном. И сама комната, само помещение, сама мастер-спальня разбита на три большие части. Это зона с телевизором и диваном, это сама часть с кроватью с огромной, и еще отдельно целая гостиная зона, где можно посидеть, отдохнуть, посмотреть в окна. Здесь окон очень много, это целый ряд окон по этой стене, и еще плюс угол. Это такая видовая комната. Еще раз напоминаю, что это последний этаж, это пентхаус. И на что хочется здесь обратить внимание? Вообще, в дизайне интерьеров, в исполнении Антона Петрова, очень часто он использует такой прием, когда делает мягкие стеновые панели в спальне. Это действительно облагораживает и делает помещение более уютным. Еще и обратите внимание, какие есть разные секреты и приемы, когда вставлены притонированные зеркала и вот такие вот латунные вставки. Ну и в целом вот эти вещи тоже очень хорошо зонируют помещение и так четко отделяют спальную зону от всех остальных. Самое интересное, что здесь, как я сказал, уже есть санузел, и обратите внимание, за какой стеклянной перегородкой он. И она хоть и тонированная, но, наверное, когда принимаешь ванну, было бы не совсем комфортно, если кто-то мог видеть, что происходит внутри. Поэтому здесь мы добавили тюль, который прикрывает. Он, с одной стороны, пропускает свет, но точно уже не пропускает прямые лучи и прямые взгляды. Давайте, пойдемте посмотрим. И вот так этот тюль выглядит внутри самой ванной. Вы можете его открывать полностью и тем самым делать прозрачную перегородку, либо оставлять. Во-первых, мне кажется, что текстиль очень хорошо добавляет уюта в самом помещении. Ванна становится не такая холодная и хорошо подобрана по цвету. И еще и выполняет функциональную составляющую, про которую мы говорили. Ну и, друзья, здесь на окнах мы не стали уже нагромождать текстилем, потому что здесь выход в душевую. И, наверное, он смотрелся бы здесь уже не так хорошо, как мог бы. Поэтому мы здесь сделали механизмы. Можно пользоваться самим подоконником. И самое главное, легко управлять. Это пельсированная штора, про которую мы тоже уже не раз говорили. Причем это дуэт, который состоит из двойной ткани. Вы видите, здесь не видно и нет дырочек под направляющей. Смотрится она более дорого и более премиально. А сейчас мы с вами находимся по плану. Это детская, но, конечно, это уже не совсем детская. Это юношеская комната, которая выдержана в целом в достаточно спокойных цветах. Как вы можете видеть, здесь такой приятный бежевый цвет. Вот очень приятно здесь находиться. Действительно, для восприятия этот цвет очень комфортный. Соответственно, что мы здесь сделали? Мы здесь сделали шторы. Кстати, тот же самый прием, что и в кабинете. Потому что, обратите внимание, как здесь нарезаны окна. Одно маленькое, одно маленькое. А здесь одно маленькое, одно большое. В целом, мы сделали примерно такой же прием, когда объединили два окна и сделали просто шторы. И получилось такое целиковое пространство, которое, согласитесь, не воспринимается в целом, как какая-то нарезка из маленьких окон, а воспринимается как два больших окна в помещении. Это очень хороший прием, когда нужно сделать помещение более масштабным, более глобальным, более целостным. Хотелось бы остановиться в этой комнате на введение бирюзового цвета. При всей своей монохромности бежевый врывается такой очень приятный бирюзовый цвет. Начинает из голове, повторяется в ковре и в таких элементах, как рабочее кресло, полки. И обратите внимание, вот это особый шик, и такие вот элементы собирают и делают интерьер опять же целостным. Ну а если говорить про сами шторы, то здесь ткань немножко отличается от всех других помещений. И здесь вы уже можете наблюдать такой небольшой рисунок жаккардовой ткани, очень сама по себе легкая, хорошо драпируется, хорошо закладывается в складочки и сделано тоже на подкладке димаут, чтобы можно было спокойно закрыться, задрапировать окна и спать спокойно. Друзья, ну а на этом все, наш обзор закончен. Я надеюсь, вам понравилось. Кстати, если понравилось, обязательно напишите об этом в комментариях, а если вдруг что-то не понравилось, тоже пишите. Нам любые комментарии будут полезны. Ну а на этом все, до скорой встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok